Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архива гостелерадиокомпании «Хакассия». В нашем архиве мы нашли уникальное видео 1972 года, 100-тысячный житель города Абакана. Его отрывки мы показали в программе «Вести Хакассия» и сразу после выхода в эфир к нам в редакцию позвонили. Сегодня родители Владимира Буланкина, 100-тысячного жителя города Абакана, у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Очень интересно спустя десятилетия увидеть вас, услышать, как сложилась судьба именитого младенца, ни много ни мало. Давайте начнем с того, знали ли, предполагали ли, что вот уже близко-близко вот этот самый подсчет, и что вы можете быть юбилейными? Нет, этого не было. Как обычно, все в срок, все вовремя. Привезли в роддом меня, родила. И пришла в этот момент, сразу после рождения, пришла заведующая роддомом. И говорит, у вас ваш сын, 100-тысячный житель города Абакана. Юрий Викторович, а вас поздравляли, как вот молодого отца, не простого отца, а именно вот юбилейного? Ну, я в тот момент работал. Рабочий день обычный был. Когда я подъехал, и здесь, значит, вышло несколько человек. Я говорю, в чем дело? Спросил. И мне тогда объявили, что вот у вас родился сын, значит, он является 100-тысячным жителем города Абакана. Вот. Ну и все я, значит... Ну, какие ваши эмоции были? Я в этот момент, наверное, ничего не думал. Думал, что они, чтобы быстрее из больницы они вышли из роддома. И дома были. Вот об этом думал я. Потом уже начали с ее работы, с нашей работы. Ну, вот на наших кадрах сохранилось тоже видео вашего чествования. Я так понимаю, это вручение свидетельства о рождении. Давайте уже посмотрим эти уникальные кадры, потому что действительно они... Ну, это очень большая редкость. Если это не вы, то, наверное, те, кто в этот же период лежали в роддоме. Хотя такое внимание, может быть, все-таки... Он. Он? Узнали? Он, конечно. Вот, видите, здорово как. Ну, а это, конечно, вы. Это папа. Да. И вот вы уже счастливый отец, наверное, держите на руках. Мы хотели его Юра назвать. А когда уже в роддоме там... Ну, давайте, все-таки 22 апреля. Это мой день рождения. И день рождения Ленина, да? Владимир Ильич. И вот они, давайте, назовем его Володя. Судьба ребенка, которая началась так неординарно. Как она сложилась в дальнейшем? Расскажите, где сегодня живет ваш сын? Мы знаем, что не в России. Здесь он окончил школу. Вот. Здесь он начал трудиться, работать начал. И затем он... Они выехали с семьей. Родился у них здесь сын. Сыну было 6 лет. И они выехали в Америку на постоянное место жительства. А сын ваш многодетный отец. Это так? Сейчас у них четверо детей. Сын занимается... Предприниматель, сам занимается грузоперевозками. Осуществляет по Америке, по всей. Ну, работа нравится. Быт устроен у них. В общем-то, живут нормально. Вы очень часто общаетесь. Вы ему говорили, что его показывали по телевизору? Что он... Вспомнили, что он стотысячным был? Я ему сказала, я говорю, вот так и так. Нам должны позвонить и сказать, что мы должны встретиться. И будет... Он говорит, ну, как только вам сообщат, сходите мне и обязательно сообщите тоже. Скажите, вот, возвращаясь к нашей передаче, мы даем людям возможность увидеть себя много лет назад молодыми, вернуться к каким-то радостным, светлым событиям. А ваше мнение, нужна ли подобная передача? Знаете, вот как-то радостно на душе, что как-то и помнят люди. Мы вспомнили заодно со всеми. Вам спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, вспомнить эти замечательные годы. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно сообщите. Мы попытаемся найти эти кадры, и тогда именно вы станете следующим гостем нашей студии. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»